Всем привет! В прошлом году я знакомил вас с новой Nokia 3110, благодаря которой о Nokia опять начали говорить, они тогда так неслабо хайпанули с этим устройством, просто потому что сыграли на истории, на своей, на чувствах пользователей, у которых когда-то был такой телефон, и в этом году история повторилась. Они выпустили Nokia 8110, который очень похож на смартфон, тот самый легендарный смартфон из матрицы, я, кстати, не помню, как он назвался, 8910, по-моему, да? В общем, сегодня я расскажу вам про то, что может кнопочный смартфон в 2018 году, а поверьте мне, он может не только звонить и смс-ки на клавиатуре механической набирать, забавно. Внешний вид новой Nokia 8810 отдаленно напоминает ту самую 8810. Другой дисплей, нет антенны, но кое-что осталось неизменным, это изогнутая форма и крышка-слайдер, которая просто не дает мне покоя, когда телефон в руках, его постоянно хочется открывать и закрывать. Благодаря, кстати, этому слайдеру смартфон не только разблокируется, а также можно принимать звонок, либо завершать звонок тоже закрытием и открытием этого слайдера. Также отличием от той самой легенды будет камера на целых 2 мегапикселя со вспышкой. Сам же корпус выполнен из приятного на ощупь поликарбоната. Что касается цветовых решений, то бывает вот в таком скучно-черном и бананово-желтом цвете. Последний мне понравился, естественно, больше. Телефон выглядит очень привлекательным. Кстати, я сразу не заметил, но в Nokia 8110 есть отдельная кнопка блокировки и разблокировки. Дисплей в Nokia 8110 на 2,4 дюйма, как же это непривычно говорить, он цветной. Оперативной памяти 512 мегабайт, встроенной 4 гигабайта. Для хранения ваших фото и видео вполне достаточно. Тут, кстати говоря, встроенный Bluetooth, поэтому музыку, которую вы можете тоже записать на внутреннюю память, не обязательно слушать через проводные наушники, разъемы, кстати, тут есть. А можно использовать современные Bluetooth наушники. И вот отдельно хотелось бы все-таки рассказать, что же она может, помимо звонков, смс-ок и легендарной змейки. Тут работает YouTube, который открывается в браузере, адаптированном для телефона. Можно смотреть тренды, подписки, в общем, и полноценно пользоваться этим сервисом. Второе приложение, наличие которого меня прям удивило, это Google Assistant. Правда, он говорит только на английском, но он все-таки есть. В кнопочном телефоне есть Google Assistant. Так вот, по чуть-почуть и до Фортнайта дойдет. Но это еще не все. Есть также поисковик Google и даже Google карты, в которых можно строить маршруты. Причем не только на машине, но и даже пешком или на общественном транспорте. Ну, вот как и в обычном приложении на смартфоне. Но и это еще не все. Есть возможность настроить электронную почту. И самое интересное, этот смартфон поддерживает 4G. Кнопочный телефон поддерживает 4G. Смартфоны не все умеют. Что же касается автономности, то тут вполне ожидаемо очень высокие показатели. Естественно, я не смог высадить его в ноль. Но судя по тому, как он разряжался, то заряда батареи должно хватать где-то на неделе 3. Сейчас это очень забавно говорить, когда смартфон держит максимум 1,5-2 дня. В общем, вот с этим телефоном можно 3 недели оставаться постоянно на связи. Это очень здорово. Но в режиме воспроизведения музыки он может работать до 48 часов. Но это при условии подключения проводных наушников. Как вывод хочу сказать. Понятное дело, что Nokia пытается как-то сыграть на чувствах пользователей. И сделать какие-то классические телефоны. Но на современный лад. Я думаю, что они подойдут для ваших родителей, возможно. Которые не хотят сенсорные смартфоны, а хотят просто телефон. Ну или просто для поклонников марки Nokia. Ставь лайк, если понравилось это видео. Ссылочку на Nokia Banana Phone я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много всего интересного. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok